всем привет вы на канале против лома а это значит смотрите наш очередной ролик сегодняшнем ролике сейчас я расскажу пойдет о чем речь сегодня мы приехали в алтайский край на самое закрытое и самое загадочное кладбище россии да и всего ссср бывшего и снг в общем сейчас мы пойдем туда и попробуем разобраться в чем же там дело мне часто присылают на почту и пишут в комментариях писали подписчики чтобы я сходил на это кладбище но чтобы мы съездили именно вот про это кладбище прислали координаты еще раз повторяю это алтайский край сюда пришлось нам прилететь и значит сейчас мы пойдем и посмотрим что же там такое происходит потому что по словам местных жителей там постоянно ночью какие-то крики какие-то шумы какие-то непонятные вещи происходят светятся памятники и так далее в чем загвоздка в этом кладбище в чем так сказать вся фишка этого кладбище там самое большое захоронение колдунов и ведьмы сослатых еще в ссср при сталине он ссылал всех ведьм и колдунов сюда и вот и хоронили именно на этом кладбище то есть там более 100 могил с колдунами ведьмами сектантами тех времен и так далее самыми жесткими вплоть до 90-х годов их там и хоронили чем это самое массовое захоронение колдунов и видим на этом кладбище светятся памятники по ночам какие-то шумы крики вопли и так далее никто туда ночью не рискует ходить да и если этот ролик наберет 300 лайков хотя бы я обещаю что я вернусь сюда же на это кладбище и за ночую проведу один единолично ночь на этом самом кладбище всю ночь я буду сидеть на нем а еще раз повторяю 300 лайков взять снимаем для вас контент подпишитесь лайкните распространите это видео хотя бы среди жильцов вашего жека ну в общем вот такой вот сегодня у нас будет контент вы на канале против лома мы начинаем все идем на кладбище так ну все в общем зашли мы на кладбище сейчас так вот сразу памятник интересный сова сова сашенька 6 или 70 умерла сашенька то есть не понятно мужик это или девка было 21 ноября 85 года 15 лет вот это кладбище самое жесткое по колдунам и по ведьмам значит она в тысяча с тысяча семьсот девяносто первого года где-то так как я насколько информацию читал то есть этому кладбище сколько двести двадцать лет да вот видите 1890 год похоронен афанасьевич павел и шестьдесят четвертом умер а это бабка вообще короче мухина анастасия захаровна 1885 1967 вот так вот так что вот сейчас мы зашли на кладбище вот покажи какие могилы старые пища восемьсот девяносто второй тысяча пятьсот пятьдесят третий то есть смотрите здесь могилы вообще 800-х годов еще вот но все а сейчас мы пойдем дальше и вон он какой-то склеп возможно там лежит ведьма самое главное алтайского края загуглите потом ее назову видите все заросшие как вот какой-то памятник совсем завален так проходим-проходим вояка 96 тысяч девятьсот семидесятый тысяч девятьсот девяносто шестой восемьдесят девяносто 26 лет прожил ну скорее всего убили муж в афгане шесть человек похоронил ну да это нормальная практика когда в одной могиле вот пожалуйста есть дата восемнадцатая тысяча восемьсот девяносто сорок девятый 10 лет зарубит прожил так вот этот вот склеп там на роде какой-то трется сейчас мы пройдем вот видите здесь церковь стоит это построили уже в общем при царских временах ее потом разбомбили при советском союзе а теперь потом в 90 ее где-то реконструировали 909 ёптать по 90 год девяносто девять лет они восемьдесят девять восемьдесят один год прожили вы жили первых николай васильевич первых он был первый ладно нас интересует вот этот склеп тут лежит самая главная ведьма так отсюда вот сейчас я вас и я и вам ее назову сейчас тут люди пройдут продолжим съемку так значит уже что-то интересное нашли вот значит склеп покажи вот такой склеп здесь значит это семейное проклятие здесь произошло какой-то штамп смерти на детей именно на детей тут вот в этом склепе именно семьи семьи детей похоронены вот сейчас я вам покажу то есть во-первых тут и сами взрослые недолго вот женщина она 56 лет прожила вот здесь дети и они вообще то есть но детям не пишут как бы дату смерти сейчас все покажу вам вот такой склеп именно ну как бы дети здесь похоронены это уже более свежий памятник а вот он это старинный памятник видите то есть таких еще уже не делали то есть я говорю здесь вот родовое проклятие на них упокой господи младенцев екатерину и павла калашниковых дорогим детям от родителей вот то есть здесь екатерина и павел дети похоронены вот в этой могиле потом идем дальше здесь вот их не мать похоронены видите памятник с и калашникова урожденные гитлец 903 59 то есть 56 лет и было когда померла военные годы вот и здесь михайлов сергей но это тоже их родственник вредим уже просто по другой фамилии смотрите года жизни 90 год по 2005 в общем 15 лет человек прожил ребенок вот 90 год наш ровесник вот такой вот для детей ну то есть так дети не мрут смотрите она мало прожила вообще дети умерли здесь детьми умерли даже уж новорождение новорожденный скоб у них не сказать что это новорожденный и вот он 15 лет то есть это уже это уже а все это просто крест то есть очень старый склеп все тогда сейчас идем дальше на ведьму ведьму да так ну вот все нашли мы двух ведьму значит это вот мы тут видим тут много их семейства захоронены ну вот матрена дмитриевна 1872 год 1954 это ведьма и клавдия дмитриевна 99 899 90 год то есть 90 году я читал похоронили в общем вот недавно ну как недавно относительно уже конечно 30 лет но вот это две ведьмы были матрона и клавдия две сестры вот в чем дело понимаете а вы говорите так 56 это 4 вот еще была ведьма смотрите значит смотрим митина таисия 900 1935 55 год прожила 20 лет всего понимаете а почему 20 лет прожила вроде как поговаривали ее убили за эти все колдовские дела то есть 20 лет прожила в общем сейчас мы идем дальше и продолжаем съемку по месту вот можно какой-то александр 1882 1962 так вот смотрите человек прожил кичайкин давыд агапович 1860 1860 1959 прикиньте он и царя увидел несколько царей видал ленина сталина и хрущева застал вот это дата так переходим к тарам уже вот именно могилам колдунов видим вот она все в общем сейчас мы подошли нашли ведьму пелагея а а александрия замятина вот смотрите ей даже годы смерти ну точнее годы смерти написали а когда она родилась нет вот в этой самой тубе мраморные запечатаны ее так сказать так сказать саркофаги праха и запечатали сожгли и запечатали скончалась 4 августа 1904 года представляете на шестьдесят третьем году жизни значит родилась 1840 жесткая ведьма пелагея александровна была сожжена и скончала ну скончалась типа на шестьдесят третьем году жизни и крышу выламывали в доме для того чтобы ее душа отошла то есть она умирала выламывали крышу чтобы ей было безмучительнее так сказать скончаться все вот сайте жестко тут даже какой-то дух какая-то аура сейчас плохо себя чувствовать стал плохо чувствуем просто это поташнее как это головокружение понятие очень тяжелая могила жизнь просто запечатали даже ну тогда люди были более суеверные что ли скажем так и они делали вот она такая церковь вот тут вообще вот могила 1864 1913 год кто-то умер вообще не видно сухого сухов и сухого то есть до революции не дожили точнее вот прям до года революции при царе родились при царе и умерли так так вот нашли могилу вообще старинную смотрите даже без даты точнее нет с датой вот здесь дата сейчас будет написано май май кая и ее дочь софия и еще кто-то то есть все умерли умерли одновременно май кая и ее дочь софия и еще как-то ан и все и табличка выржевела а знаете почему выржевела потому что вот этот вот вот этот вот крест написано 1859 год то есть вот таком году их хоронили это уже получается 141 160 162 года назад этой могиле уже почти по 200 лет ну 162 года вот видите как старая какая старая она очень сильно здесь вот тоже здесь уже такие хотя в табличке 937 вот пожалуйста и влевый 192 все помалу жили константин михайлович 930 1937 1940 три года ребенку артемова и лидия никитична 23 год 1923 1943 20 лет всего прожила то есть тут очень молодых много знаете вот те года очень сильный мор шел вот допустим могила смотрите масленникова александра михайловна 52 сестрите вот умерла то есть ей 21 вот вот муж ее масленников григорий васильевич то есть отчество разные 48 год и 73 25 лет прожил умерли в один год то есть что-то произошло там у них пожар или что-то в общем вот такая старая могила тоже ну то есть они военные это военные годы кстати это возможно они дети войны а ну они родились после войны прям вот сразу только после войны вот что-то у них произошло ну мало ли несчастные случаи всякие бывают ну вот сейчас я вам покажу одну историю то есть если кто знает можете в комментариях написать почему так делают и то есть что это дети это ну я знаю что детей хоронят когда не пишут дату рождения то есть и даже бывает и дату смерти не пишем сейчас на вон значит могила как она получается могила сейчас я вам покажу ага вот тут везде дата рождения дата смерти написано а вот рука вишниковый александр умер просто напишется на 1934 года и мария умерла 1938 года то есть это муж и жена 34 он умер и она 38 а вот дата 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 рождения дата рождения она не написана то есть если кто-то знает в комментариях почему так вы напишите потому что лично я знаю что если детей хоронят то тогда не пишут дату смерти дату рождения а вот почему тут не написано я не знаю вот такое кладбище в алтае находится сейчас мы вот нашли две могилы одного колдуна и одной ведьмы еще сейчас мы пойдем туда так вот тут относительно новое кладбище возле церкви единственное что тут из интересного вот курдюмов леонид 1957 дата рождения 5 месяц это получается 17 мая он родился 57 и 1957 года 11 месяца в ноябре кстати он умер то есть прожил полгода ребенок то есть вот видите вот она табличка то есть дети тоже умирали это если 57 он бы не умер сколько ему было бы 43 63 64 года ему сейчас было бы 64 года то есть он бы был еще жив ну тут вот относительно новое кладбище вот тут уже старые сейчас вон мы идем на могилу колдуну потом к ведьме зайдем или наоборот что ближе будет вот тут такой храм стоит но не храм церковь храм вот тоже тут видите старой могилы 800 1882 52 876 аж и 1956 776 году родилась то есть вот так так все идем вот он подходим тут относительно новые как бы видите хоть она и на отшибе стоит в городе здесь валтай но все же тут как бы есть вот храм церковь церковь храм это вот здесь на показано правило в чем нельзя ходить юбка шорты брюки майка курение нельзя фото видео съемка нельзя ничего себе но это в храме в самом естественно так то аналоги посмотрите видео везде все снимает без разницы это правило поведения в храме в самом то есть в самом храме когда вот зайти нельзя это делать а так можно в принципе на улице что постройки все печальненько тут тут вот смотрите какой склеп прям вот грабы видите такие такие памятники я впервые кстати вижу это склепы крыша так вот мы нашли булгаковскую жену любовь николаевна булгакова скончалась 17 марта 1880 года на 28 году рождения и я причем по украински написано вот это жена булгакова была здесь вот она похоронена на этом кладбище кстати хотя сам булгаков не тут поэтому сюда частенько приходит люди так вот смотрите вот какая практика интересная новая кладби подозначь новые могилы так вот такая гравировка сзади идет на каждом памятнике оригинальный вот это значит муж с женой он значит умер Сергей Николаевич 2018 год а она Зоя Ивановна вот родилась 2 1156 и прочих дата смерти еще пока неизвестно ну то есть он умер они поставили один на двоих памятник его уже все написали а она поставила свою сразу награвировали дату рождения а дата смерти прочерк ну то есть когда она все скончается здесь ее похоронят и допишут то есть просто-напросто вот и все то есть вот видите прочим все идем дальше солнце светит нам еще чуть-чуть надо дойти вот значит что гляньте это какой саркофаг постамент такой прям по порожкам поднимаетесь все дорого-богато новикова евдокий евдокия 904 70 открыть можно но все закрою сейчас я тут видите 930 видео на фоне 81 года чугай любовь сергеевна 40 и 18 год смерти ну это дорогая так сказать уже могила отделкой вот собственно говоря по площади кладбища все это видите конца и края нет то есть огромный ну тоже мусор видно потому что большое там воинское захоронение как бы на любом кладбище есть тоже так все сейчас показывать так вот мы нашли могилу как нам и говорили местные жители значит здесь похоронен колдун и ведьма разные абсолютно но вот именно под таким памятником смотрите форме заколоченного дуба крестом значит он здесь покоится сиадор сиадор васильевич в ников скончался 1886 год декабря шестого дня видите даже как писали скончался 1886 года декабря шестого дня значит 6 декабря это колдон и вот она ведьма совсем другая то есть их и похоронили то есть тогда как бы по приметам это все было в одной могиле вот смотрите веникова мария ивановна скончалась 29 марта 1965 года такая вот могилка жесткая конечно тоже какой-то прям веет веет знаете настроение такое аура плохая все передается все тяжело ужасно поставьте лайк там тяжело то есть вот так вот в одной могиле ведьма и колдун абсолютно разные люди но вот так по приметам голова кружится даже если получается смотрите она так 65 это понятно дату даже не ставят дату рождения у таких людей ну то есть у колдунов у ведьм не ставят дату рождения смотрите все я просто уже загуглил почитал у ведьм колдунов и прочих дату рождения не пишут только пишут когда скончались 86 год 1886 год то есть 121 плюс 14 135 лет назад вот этот колдун тут же ведьма лежит вот так вот получается кладбище огромное мрет народ а вот значит смотрите какой старый памятник здесь покоится прах просковый фроловны тимориной тимориной родилась 17 октября 1859 года а умерла скончалась 17 июля 1899 года значит 40 лет жители жития ей было 39 лет и 8 месяцев вот так прах то есть такое старенькое захоронение как и вот все тут даже таблички нету никакой вот так делали вот так делали раньше так вот ведьма значит смотрите зуева мария стефановна 1903 1984 помнить всегда написано тоже ломали крышу потом дом сжигали в общем вот такой вот памятник старинный это ведьма такая вот история Ольга Романовна 38 лет а ему 50 вот значит вот это вот бабка это и была ведьма такая могила а вот значит ноздрин юра 55 62 7 лет трагически погиб вот такое тоже бывает ну все в общем вот такой контент сегодня вы посмотрели оцените поставьте лайк напишите комментарии старались для вас залетите посмотрите и обязательно оцените с вами был канал против лома всего хорошего до встречи и с